Предельно, защищающие максимум 15 минут, максимум, ответы на вопросы, лаконичные, если задающий вопрос не удовлетворен вашим ответом, он повторенно расширится уже вопрос, вы продолжите ответы. А так, ответы должны быть предельно лаконичными, то же самое касается выступающих, пожалуйста, будьте влезны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... для основных поздравлений и выводов действия в отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 размещенных на объектах наблюдения на рабочие машины. С координатами возводимых объектов позволит рассчитать практические затраты и выявить неэффективные процессы. Понимая контроля объема потраченных присутствов необходимых для расчета между заказчиками и заказчиками, используя эти технологии, позволит осуществить контроль за новой дисциплиной и автоматизировать процесс создания данного отчета рабочего времени. Насмотрев вопросы, обеспечивающие гарантии получения частных партнеров в своей доходности через изменения подходов на образовании и учет фактически выполненных работ, был сделан переход к основанию механизмов повышения институционной переградности для публичного партнера. Прежде всего, поскольку необходимость финансирования соцкруда трат в форме реинвестирования налогов, генерируемых в самих проектах в процессе выполнения СНР. Использование этого механизма позволит существенно снизить нагрузку на бюджет на институционной стадии проекта. В результате представлено на странице 17 автобюджетов. Разработан комплекс инструментов, повышающих прозрачные деятельности и скорость принятия решений, систематизация релизов, мероприятия направлены на сокращение подготовительной стадии за счет изменения сроков административных процедур, маркетсу стоимости ГЧП проекта, источников проекта на основе внедрения моделей и механизмов, изменяющих подход ценно-позрачные строительства и проекта управления. Использование цифровых технологий, которые могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения этих вопросов. практическое значение заключается к возможности использования и результатов реализации в виде изучения проекта в сфере зрительства, в том и в мире дорог, на 30-го результатного начатка работы. Уважаемые коллеги, у меня просьба, если не ушло все в масках, то, по-моему, не видно, кто есть и кто. Ставь задать вопросы, назовите манимир, пожалуйста. Пожалуйста. Наталья Федоровна, у меня существует вопрос. Я обращаюсь как претератум в странице 5, мы переходящая на 6-ую страницу. Там будет образована концепция, так? Так вот, концепция, которую предложено добавить в функции 2, потому что, я не знаю, с паницей 5, 5, 5, 5, подразумевает обращение расчётов для типовых объектов. Три вопроса. В чём заключается экономический эффект в этом случае для каждой страны? Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Спасибо за вопрос. За счёт того, что у нас есть такой трёхэтапный подход. Сначала мы считаем этапов объёмным нормативом. Зачем мы пересчитываем после того, как проект уточнился на основании ведомости объёма работа. Потом то же самое, как практическим объёмом работ. В итоге всё равно нам подходят к первоначальной цене. Ну и предлагается эти два промежуточных этапа упростить. И за счёт этого сократятся затраты на подготовку этих документов, этих смет, соответственно, на их проверку и на контроль. То есть это затраты и со стороны государства, там содержание там службы, экспертизы, службы заказчиков, службы подрядчиков, и, соответственно, на границах органов, в которых постоянно возникают какие-то вопросы и, в том числе, в соответствии наших норм фактическим обстоятельствам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, о каких дорогах идёт теперь? Федерально, муниципально или другим? Ну, а любых дорогах? Да. Да. То есть федеральные сейчас приоритеты мимо определённой практически бюджетной со стороны. от всех дорогах будут неразначены. Да. Тогда следующий вопрос. Какие факторы влияют на привлекательность? Для инвестора? Да. Привлекательность строительства для инвесторских. Спасибо за вопрос. Спасибо. 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 С 1 сентября 2014 года он учил руководитель доктора экономических наук профессор Саул, заведующий кафедрой экономики строительства и ЖПХ. Спасибо. По итогам обсуждения принято следующее заключение. По итогам обсуждения на кафедре. Предоставленная работа является заключенной научным исследовательским трудом. Оценное выполнение соискателями. Диссертация. В революции на соискание ученой степени кандидата Горис-Трум является научной квалификационной работой, соответствующей пунктой 9, положение о порядке присуждения в ученой степени, в котором сформированы методические рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности строительства автомобильных дорог. Личное участие соискателями в полученных результатах. Изложенная в диссертации заключается в формировании методических рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности строительства автомобильных дорог на принципах государственного частного партнерства. Степень достоверности результатов проведенных исследований об условленном логике проведения исследований. В соответствии поставлены цели решаемых задач, применением при обосновании принимаемых решений об научных подходах методов распознания материалов научных изданий, интернет-источников, а также законов Российской Федерации по становлению правительства Российской Федерации. Разработанные в диссертации методы обладают научной новизной практически значимостью и могут быть использованы в организациях реализующих инвестиционно-строительные проекты. Научная новизна заключается в следующем. Первая выявленная проблема, возникающая в процессе реализации проектов строительства автомобильных дорог, прогрессирующий дисбаланс междуразмерной инфляцией, учитывая при формировании стоимости контрактов на выполнение СМР и фактическим изменением цен производителя материалов и конструкций, что соответствует пункту специальности 1.3.1.56 технологические и методические подходы к развитию смертного анализирования рыночных методов ценообразования строительства. Второе. Разработана концепция повышения инвестиционной привлекательности проектов автомобильных дорог. Второе. Для типовых упрощений на основе использования метода упакованных нормативов, фиксирования цены для денистки сложных осуществление калькулирования в соответствии с POS. Ресурсный метод на основе POS, что соответствует пункту специальности 1.3.1.56 технологические и методические подходы в развитии смертного анализирования. Третье. Предложена модель расчета причины капитальных затрат методов ресурсного метода для ПЧП проекта, включающих расчет необходимого количества ресурсов и их стоимости. Применение данной модели позволяет повысить качество управления проектом, что соответствует пункту специальности 1.3.77 теоретические и методические основы определения эффективности инвестиционных проектов в строительстве. Четвертое. Сработан метод учета фактического времени, работа персонала и машин и механизма с использованием цифровой технологии за счет сопоставления данных с координатами конструктивного элемента, на котором выполняется работа. Это позволяет повысить достоверность и оперативность информации. Пятое. Предложен механизм, где обоснована необходимость софинансирования, затрата, создания ГЧП проекта строительства со стороны государства формальности и формирования реинвестирования налогов, генерируемых самым проектом в процессе выполнения СВЭ. Пятое. Что соответствует пункту специальности, особенности организации развития частного государственного предпринимательства. Пятое. Разработанное методическое обеспечение, повышение инвестиционно-приментательской ГЧП проекта, включающие систематизацию их рисков, сокращение определительной стадии за счет изменения сроков административного процессора, предусмотренных законодательством. Материцу стоимости ГЧП. Практическая значимость, пункт специальности, особенности организации и развития частного государственного предпринимательства. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования в результатах организации для изучения СВЭ в сфере строительства. Теоретическая значимость исследования состоит в развитии лучших основ, обеспечении баланса интересов всех участников в проектах. Инвесторов, подрядчиков, заказчиков, основное внедрение моделей и механизмов, изменяющих подход к ценообразнанию. Области исследования соответствуют требованиям паспорно-научственной специальности 08005, экономика и управление народным хозяйством, экономика и организаций, управление предприятиями, отраслями, комплексами, строительствами. Пункт 1.3.56, 1.3.77, 8.3.23, то, что я озвучил ранее. Публикации. Основное положение военной диссертации работы опубликованы в 8 научных работах, в том числе объемом 3,1 печатных листа, из них 6 статей. 3,4 пункта печатных листа из них журнал «Изгендованных 2». Научные статей будут выполнены в следующих лицензированных изданиях, перечислены и в автореферате, я повторяю, не буду. Апробация работы, материалы научной работы были использованы рабочие группы при Министерстве России по методологии ценообразования, а также правительство Ямал-Минска, автономного оборудования при разработке и реализации ЕСП, строительство моста через реку Кур, а также внедрены в учебный процесс Тюменского инфекционного университета. Они служили предметом заклада и получения одобрения на совещании экспертов Совета при Государственной Духе Российской Федерации. И на пяти научно-практических конференциях внедрение научных результатов подтверждается актом о внедрении результатов исследования в деятельность акционерного общества Моснастрой-11. Диссертация Кур. Бреус Наталья Леонидовна рекомендуется в защите на соискание ученой степени кандидата экономических по специальности 08-005. В строительстве заключение принято на заседании кафедры экономики и строительства ЖПХ. Присутствовало на заседании 16 человек. Председатель степени, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и строительства ЖПХ. Перепал Шпорнивратов, секретарь, кандидата экономических наук Анна Олеговна Михайлова, доцент кафедры. Подписано председательствующим и секретарем. Утверждено проректором по научной работе профессором Гроздова Ирина Валерьевна, доктором экономических наук, профессором. Заключение закончено. Вопросы есть по заключению? Дальше двигаемся. Отзыв ведущей организации. Сибирский государственный терминно-дорожный университет. На диссертацию БРЕОС Наталья Леонидовна. Актуальность темы диссертации работы БРЕОСом условлена перспективами ускорения социально-экономического развития регионов России за счет дополнительных инвестиций в объекты инфраструктуры в условиях ограниченности средств бюджета разного уровня инвестиционного фонда создание новых инструментов финансирования приобретает особую необходимость. Научно-довесное исследование представлено следующими результатами. По специальности экономика и управления народным хозяйством, экономика и организация управления предприятием строительственных. Первое. Выявлены проблемы, возникающие в процессе реализации проекта строительства в СМВР в зависимости от этого проекта. Третье. Предложена модель расчета величинной капитальной центральной деятельности проекта, включая расчет необходимого количества ресурсов и их стоимости. Четвертое. Разработан метод учета фактического времени работы персонала машинным механизмом с использованием цифровой технологии за счет сопоставления данных о координатах устройств, размещенных на объектах наблюдения. Пятое. Предложен механизм и обоснованная необходимость финансирования затрат в создании мечтных проектов строительства автомобильных дорог со стороны государства в форме реинвестирования на угол генерирующихся проект на выполнение процесса СМВР. Пятое. Разработан методическое обеспечение повышения инвестиционных привлекательств и ЧП проекта. Практическая значимость работы заключается в том, что автор выявил проблемы, возникающие в процессе реализации проекта на разное стадии инвестиционной деятельности и разработал рекомендации по их устранению. Использование рассработанных материалов подтверждено факт о внедрении ВПО «Мостостройки». Связь работы с планами соответствующих отрасли науки и рекомендациями использования в дальнейшем развитии результатов исследований. Приспределивые задачи модернизации строительной отрасли связаны с внедрением технологий и стандартов проектного управления, информационно моделированные на всех стадиях жизненного цикла инвестиционных строительных проектов. С подглаза транспортной стратегии Российской Федерации на периодом 2030 года утверждено распоряжение правительства. За номером 1734-Р по транспортной стратегии Российской Федерации использована данного механизма, признана одним из главных ориентиров в развитии возраста. Тема диссертации работы в ВПС соответствует этому направлению. Оценка содержания диссертации состоит из введения трех глав заключения списка литературы. Объем диссертационной работы 153 страницы основного текста. Список литературы, включая 139 наименований, из них 25 наименований, законодательных и нормативных авторов. 114 научных работ отечественных и зарубежных авторов. Оформление диссертации соответствует требованиям грозных. Текст автора и феррата в целом соответствует содержание диссертационной работы. По объему оформлениям, феррат отвечает необходимым требованиям. Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научных печали. Основные положения материала и результаты диссертационных исследований докладывались и обсуждались в различных национальных международных научно-практических конференциях в течение 2018-2019 годов. По 9 диссертациям при поводу 8 печатных работ из них 6 изданных журналов, рекомендованных ВАГ. Об основанности достоверно знаменитых положений и выводов и заключений. Приведенные диссертационные работные выводы и заключения в достаточной мере обоснованными правами не противоречат данным георитических и экспериментальных исследований отечественных и зарубежных ученых. Замечания и вопросы по диссертационной работе. Первое. Хотелось бы получить более четкое пояснение, в каких случаях и на каких стадиях заключения контракта БЧП соискатель предлагает применять порядок формирования цены контракта на основе калькулирования в соответствии с КОС ресурсный метод. Формулировка, взятая из текста автора реферата, страница 6. Как мы поняли из текста диссертации, в его рисунок 10.11, страница 75.77 определены цены договора на строительство объекта, предусмотрены на основе проекта документации. То есть, предполагаемый автором метод, пункт 6, применен при заключении контракта на строительство объекта при наличии КОС и на основе технологических калькуляций. Вопрос. Но как поступить, если на этой стадии батрячей для разработки батрячей пока не определенно? Данные вопросы относятся только к стадии определения цены контракта и связанных с этапами создания цифрового модели объекта, детально проработанного автора. Второй вопрос. Разработка метода учета практического времени и работы персонала путем фиксации перемещения в пределах строительных площадок, рисунок 20.11, страница 95. Возможно, даст эффект только для ограниченного количества объектов в определенных ситуациях. Вызывается мнение о результативности этого метода для линейно-тактирированных объектов. Обоснованием для контроля в большей степени может служить объем выполнения работы. Третий вопрос. Анализ превышения уровня нагрузных расходов, выявленный автором на основе статистических данных дорожных строительных поставок организаций, т.е. 5, 3, 2, 3, требует более глубокого анализа по структуре затрат, прежде чем можно было делать какие-то выводы. Есть отдельные недочеты. Например, рисунок 17.87 обозначено, что инженер Кутуэр вручную переносит данные и спецификации проектной документации в график проектов производства работы. Это, конечно, недопустимо, так как автор детально рассматривает диссертацию и концепцию БИН-технологии как перерывного процесса. Приведенные вопросы и замечания не снижают общую положительную оценку предоставленной работы. В заключении, общая оценка работы. Диссертация, диссертационная работа в РЕУС является завершенной научно-правдификационной работой и содержит решение научных задач по повышению эффективности процессов ГЧП в области транспортного строительства. Диссертация соответствует требованию пункта 9 положения опрятки присуждения ученых степени утвержденного постановления в правительство Российской Федерации. Ее автор БРИОС Наталья Леонидовна заслуживает присуждение ученых степени кандидата экономических фонд по специальности 08.00.05 экономика управления народным хозяйством, управления предприятиями, окрасными комплексами, строительства. Точка с запятой. Экономика предпринимательства. Диссертация и автор БРИОС рассмотрены и обсудены на заседании кафедры экономики и проектного управления транспортом в строительстве Высшенаданного университета. Отзыв единогласно одобрен участниками заседания, на котором присутствовало 13 человек, протокол номер 8 на 20 апреля 2020 года. Подписан отзыв доктором технических наук профессором Бобровой Татьяной Викторовной и заведующим кафедрой кандидатом технических наук Канинцовой. Угверждено. Ректором Сибирского государственного строительного дорожного университета доктора технических наук профессора Жиганно. С вторым обзором не закончили. Так, теперь у нас отзывы. Значит, поступили на диссертацию, поступили подзывы, все неположительные, имеются замечания, прошу согласен членам Совета не зачитывать отзывы полностью, а сделав краткий обзор с указанием отмеченных и замечаний. Есть ли вы? Никто не настаивай, как можно дочтеть? Спасибо вам большое. Первое. Рубан Владимир Алексеевич, доктор Кривосимов, профессор. Как это делать? Спасибо. 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 Можно это про фамилию и инициалу? Можно. Спасибо. Спасибо. Бресу. Кандидат к инвестиционной науки, исполнительный вице-президент, начальник департамента инфраструктурных проектов, город Москва. Замечание. Каблицы 3. Методы ценообразования фиксированы. Цена за век и затраты плюс вознаграждения в экономии подрядчика предполагается по окончании строительства в случае надлежащего качества. Возникает вопрос, разве она уже не находится в цене контракта? Второй отзыв. Мало. Президент Союза работодателей, а скоро кандидат экономических наук, город Москва. В качестве замечаний можно выделить слабое взаимодействие с результатами предыдущих научных достижений в области ценообразования. И в связи с этим глубокую теоретическую проработку выводов и заключений. Также слабо был представлен зарубежный опыт ценообразования, управления проектом и государственным частным партнерством с применением цифровых технологий. Возможно, следовало бы отказаться в работе от разработки механизма, софинансирование затрат в странице 17, поскольку он недостаточно глубокого проработан для работы для новоследований. Третье. Белопестный Виктор Белый, доктор экономических наук профессора, заведующий кафедрой экономики и организацией управления производством. Город Улан-Удэ, восточно-сибирский государственный университет технологии и управления. Первый вопрос. Первое замечание. При анализе проблем ценообразования в пункте АПИ предложены выносимые на защиту авторам. Отмечено, там предложение, отмечено, что изменение индекса произошло непропорционально, что не оказывает влияние на общий итог при корректировке окончательной стоимости строительства. Но влечет особое полное искажение стоимости внутри сметы по видам работы с статьям затрат. Можно ли ввести речь вообще об адекватном применении базовых цен, особенно в части нормативов, накладных расходов и так далее, в условиях реализации интересов частного бизнеса, работников и других субъектов инфраструктурных строительства? Второе замечание автора на странице 17.18. Автор реферата предложен механизм финансирования, затраты создания ГЧП-проектов, строительства автомобильных дорог со стороны государства в форме реинвестирования налогов, генерируемых самих проектом в процессе выполнения СМР. Между тем, выплачиваемая строительная организация налоги, предполагает разную налоговую базу и уровень поступления. Каким образом можно выделить налоги под реализацию организации конкретного проекта? В случае выполнения и ряда заказов никак согласовать интересы разных уровней налогообложения федерального, регионального, местного, муниципального. 4. Предвижен доктор экономических луков, профессор, почетный строительный Российской Федерации, заведующий кафедрой, город Екатеринбург, уральский федеральный университет имени первого президента России Борис Николаевича. На странице 11 автор реферата Беларри Батонцев, в частном и публичный партнер, осуществляет нерациональные инвестиции, которые не создают потребительских ценностей, заведомо запрашивая некоторые в основном материальные расходы, выражая строительство для покрытия возможностей дополнительных расходов на согласование, наступивших от трактирований и тому подобное. В случае оплаты из-за дополнительных финансов фиксированной стоимости работ в полном объеме будет невыгодно тренировать. Исбыточное количество младенательных работ, поскольку в этом случае суммарно гриви будет выше. Следует пояснить, каким образом все дополнительные расходы могут быть включены в фиксированную цену. В этом году в Савадоров, кандидаты технических новостей, город Москва. Для технологически сложных и крупных проектов предложен метод ценообразования на основе расчета плановой себестоимости ресурсов, необходимый для производства работ в соответствии с проектом организации строительства. При этом авторам отличается отсутствие возможности, если вверх, зрения рождественных и инновационных предложений. В связи с отсутствием соответствующих может применение сейчас методов ценообразования. 6-го, Санкова, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической труда и производственного комплекса. Город Саратов, Саратовский государственный университет и книга Гарина Юрий Алексеевич. Продолжены акты на странице 16-17, перифератный метод учета времени и персонала машинных механизмов за счет сопоставления данных о координатах устройств, размещенных на объектах наблюдения, рабочие и машинами и т.п. с координатами конструктивного элемента, на который выполняется работа, нашел свое применение транспортно-перевозки других отраслет единости. Тарган обмена достаточно затратен и затратит интересы работы, как возникает вопрос о целях такого постоянного мониторинга. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Переходим к выступлению официальных абонентов. Официальный абонент доктора Геннадийский, но профессор Руван Владимир Алексеевич. Отсутствует по уважительной причине. Его отзывы зачитают, причем не секретарь. Да. Я зачитываю полностью по требованию положения. Спасибо. Спасибо. Отзыв официального абонента на диссертацию БРИОС. Актуальность исследования. К началу 2020 года в Российской Федерации издену совершенства системы ценообразования, заповняющего прозрачность формирования и стоимости сложности герметических процедур, снижающих объективную деятельность и ряд других причин, усугубилась кризисная ситуация в строительстве. В результате целый ряд компаний, неисправившихся с создавшейся ситуацией, внести убытки, были вынуждены обонтротиться. Повышение инсионной привлекательности возможно, но при условии достижения цели для каждого участника процесса. Подрядные организации инвесторов должны получить от умного прибыли от государства качественную инфраструктуру. В этой связи автором справедливости решения провести анализы существующих и предложить методы их совершенствами с использованием цифровых технологий. Степень обоснованности внутренних положений вывода этой рекомендации сформулированы в диссертации. В качестве информационной базы были использованы статистические и аналитические материалы разработки и методические рекомендации исполнительных органов исполнительной власти. Материалы работы были оправдированы в печати, все пункты внутренней новизны были опубликованы. Третья достоверность и новизна результатов исследований. Автором выявлены проблемы, возникающие на стадии формирования, средней стоимости оплаты за выполнение работ. Поэтому созданная прозрачная система ценообразования, которую можно интегрировать в последующем процессе управления, тумбирование, мотивация, учет, покрывающие все затраты подрядчика и обеспечивающие получение и прибыли, является ключевой задачей для повышения инфекционной привлекательности. Страница 13.33. Данное автором последовательно раскрыть алгоритм расчета величины капитальных затрат методом ресурсный метод на основе ГОС, в основе которого решить расчет необходимого количества ресурсов не по устаревшим нормам, которые не отражают действительности, а требуемым для строительства соответствующим длительностью работы. Страница 74.82. Дополняет предложенный ресурсный метод расчета на основе ГОС, механизм учета фактического времени работы персонала и механизма. Цель увеличения объема финансирования со стороны публичного партнера. Автором предложен механизм софинансирования затрат в форме реинвестирования налога, генерированный в своих проектах в процессе выполнения СМР. Также разработано методическое обеспечение повышения прозрачности и оперативности деятельности за счет систематизации рисков, сокращение потребительной стадии за счет изменения срока. Замечания по работе. Вместе с тем, по диссертации работы следует отметить следующее замечание. Первое. Первая глава, таблица 12, страница 37. Не совсем понятен смысл рассмотрения большого массива данных, реализующих спрос на услуги платных дорог в мире. Мы считаем, что это должно быть логичнее связать полученные данные с результатами работы. Второе. Таблица 8, страница 31. Нераскрытые причины, возникающие отклонение количества ресурсов между СМЕДой и проектом. Третье. Таблица 19, страница 70. Отсутствует обоснование размера базового уровня вознаграждения в зависимости от уровня принимаемого частным партнером риска. Следует использовать интегральные показатели, учитывающие весь комплекс факторов технических, экономических и юридических. Четвертое. Предлагаемая автором во второй главе информационная модель, страница 82.99, должна содержать описание организационных процедур по внедрению использования предлагаемой выше модели. Пятая глава 3.1. 1. Перенасыщенное описание различного инструментария повышения иммунистационной привлекательности. 2. Матрица стоимости, монориинвестированности, мастеризация рисков, предложенная по сокращению сроков и длительных этапов. 3. Необходимо более критично подходить к предлагаемому механизму. 4. Указанное замечание и недостатки носит рекомендательный характер и не содержит значимости работы. 5. Заключение по работе. Проведенный анализ позволил официальному оппоненту сделать следующее диссертацию. 6. Выполнена на актуальном теме. Полученные авторы результатов. Достоверные выводы и заключения обоснованы. 7. Диссертация является заключенным научным исследованием, обладая научным безмой практической или теоретической значимостью. 8. Опубликованный автором научной работы и автором интератора в жаркостном новом содержании диссертации. 9. Описаны в диссертации результаты, опубликованные в достаточном объеме. 9. Диссертационная работа является научно-информационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработан новый методический инструментарий. 10. Диссертация соответствует критериям, установленному пункту 9 положения, о присуждении ученой степени, убежденного постановлением правительства. 4. Описаны в диссертации диссертационной работы в республике Леонидова. Заслуживают присуждение ученой степени кандидата экономических внуков по специальности 08.005. Экономика строительства, экономика клип-принимательства. 10. Криво. 10. Выполнены на председатель с праздником и любви ответа на замещание Продолжаем. 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 Тем не менее, цель результата для демонстрации несовершенства существующей системы реализования и необъективности имеющейся методики. Согласно замечанию последнего и последнего пункта, они будут учтены в дальнейших исследованиях и будут права. Продолжение следует. И вообще говоря, с уверенным сердцем я буду поддерживать эту раконту и думаю, что вы не живетесь, если меня поддерживаете. Но хочется сделать все-таки замечание. Во самом случае, одно, где просто сделает лицо. Вот у нас при регулировке научной линейки, то же самое в разделе, где основные положения выносили на защиту, мы начинаем с выявления проблем в представительстве и далее при чистом проблеме. Вот эти формулировки часто используются, так во многих работах, но только в данном случае. И посчитать, иногда есть в курсе, это результаты аналитические или научные. Но хочу сказать, что тут очень много научных результатов, имеющих. Но вот на мой взгляд, если на безнебом можем это относить, то в этом случае я бы воспользовалась, я бы не выявляя эти проблемы, а, например, систематизированные проблемы. Это, в твари на том, что все-таки применены методы научного анализа, они позволили всем выявить с необходимой полнотой эти проблемы, найти на них индустрии, а все решили, чтобы позволили все эти диссертации вывести. А вообще, если бы уж совсем хорошо сделали, да, здесь, после чертого и ровного, проблем не легко. Но мы не можем, мы не можем, мы не можем, мы не можем, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем, ну, вот, хотя бы, вот, систематизация. Сразу хотел говорить, что, когда мы эти причины, вот, изложные проблемы, то их систематизированные характеры не вызывают сомнений. Вообще говоря, это все, что это научный результат, но только в шагу. Спасибо. И еще следующее, на что я хочу обратить внимание, что мне понравилось, это вот модель расчета учеников питательных затрат, выведенная про ресурс и мероприятия на основной полосы, что и позволит повысить качество управления проектами. Хочу сказать, что работа соответствует критериям ВАГ, диссертан заслуживает рассуждение, еще и степенье, кандидат в комиссии. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, те результаты, которые выносятся сейчас на защиту, они не только апробации своей сильны, но и серьезной мученой визной. Не говоря уже о высокой актуальности, самой темой высказанной, я буду эту работу поддерживать... Спасибо. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Есть еще разы? Спасибо. Заключительное слово предоставляется в революции на западе единиц. Пожалуйста, пожалуйста. Я уважаю. Будьте шутки. Я уважаю. Благодаря всем моему учебному старшему, то, что представители диституционного совета, перепалоченные члены диституционного совета, которые пришли, несмотря на тупые слова в мире, и проявили уважение и внимание в своей работе. Благодарю весь строительный университет за ту науку, которую он мне дарит, за те разновения, которые получалось на выездах. Спасибо. Есть ли замечания по процедуре защиты? Блестяще. Нет, спасибо. Для проведения тайного голосования нам необходимость в расчетную комиссию. Вам предлагается следующее состав комиссии, доктор экономических наук, профессор Гуржа Евгения Григорьевна, доктор экономических наук, профессор Петухова Жанна Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор Плетнева Наталья Геннадьевна. Нет возражений? Нет. Кто за это предложение прошел проголосовать? Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Уважаемые коллеги, прежде чем объявить первую региональную голосование, я очень прошу вас проголосовать, не покидая зал заседания диссертационного завета, проголосовав, вернуться на свое место, тем самым соблюдая процедуру проведения защиты. Прошу еще одну камеру, чтобы здесь любить к работе. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...